МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности далее. Тихо идет экзамен. Сегодня за парты сели не ученики, а родители. Мама и папа выпускников собрались в 13-й школе, чтобы самим пройти всю процедуру проведения такого волнительного и ответственного единого государственного экзамена. На входе обязательно показать паспорт, а также выложить телефон и другие гаджеты перед проверкой металлоискателем. Все это – обязательная процедура перед сдачей ЕГЭ. В аудиториях уже все готово. Родителям показывают их места, и начинается инструктаж. Каждый год акция «Сдаем вместе!» День сдачи ЕГЭ родителями помогает мамам и папам нашего города понять, с какими трудностями их дети сталкиваются на экзаменах. Прежде всего, ЕГЭ для родителей в Пишем вместе всегда нацелена на опыт. На опыт родителей для того, чтобы они понимали, что ничего страшного в процедуре сдачи единого государственного экзамена нет, что все для детей на самом деле абсолютно понятно и привычно, хотя для родителей, конечно, в этот момент все кажется впервые. Вместе с тем наши дети абсолютно не боятся, потому что они знают все процедуры сдачи государственного итогов и аттестации. И, конечно же, самое главное для них – это показать те знания, которыми они владеют. Ну а наши саровские дети всегда показывают достойный результат. Экзамен вместе с родителями написали заместитель главы администрации Сарова Илья Волков и директор департамента образования Наталья Володько. Акцию проводят во всех регионах страны в седьмой раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Родители пишут сокращенный вариант экзаменационной работы по русскому языку. На выполнение заданий им отводят 30 минут. Подготовилась заранее, прошла пробный, посмотрела, что это такое. Но сегодня у нас в легкой форме было, поэтому... Единственное, не люблю сочинения, но что-то написала, просуждала. Все только положительные эмоции вызывает, каких-либо отрицательных, волнительных моментов нет. Педагоги, которые сегодня организовали эту акцию, ведут себя крайне корректно, вежливо, создают все условия, чтобы, я так понимаю, чтобы наши дети в дальнейшем не волновались. Ну и мы, как первоклассники, так скажем, которые первый раз пришли на ЕГЭ в своей жизни, так как задавали раньше совсем другие экзамены и по-другому. Проверка работ показала достойный уровень владения нормами русского литературного языка всеми участниками. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Ивашенко, служба новостей Саров, 24. Весна уже совсем близко, снег начинает стремительно таять. Это значит, что уже совсем скоро на улицы города выйдут велосипеды, моноколеса, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Прокатиться с ветерком смогут даже те, кто экологичным транспортом обзавестись не успел. С 1 апреля в нашем городе планируют открыть прокат электросамокатов. Сейчас администрация проводит опрос населения на тему, где именно разместить места для парковок. Нужен ли в нашем городе прокат электросамокатов? Будет он пользоваться популярностью? Конечно, нужен. Наверное, будет, потому что это вроде модно. Много вроде людей катается просто по городу. Ну, я считаю, электросамокаты это на самом деле очень нужная вещь в нашем городе, потому что, допустим, из старого района в Новый добираться будет проще некоторым людям. Я думаю, нет. А почему? Ну, у нас город маленький, можно на велосипеде или пешком. В реализации таких идей они опоздали, так как все, кто хотел кататься на электросамокатах, давно их приобрели. А вот вся эта прокатная история, она была какое-то время актуальна в западных странах, но сейчас уже такой популярностью там не пользуется, насколько мне известно. Читаю, нет. Итак, обстановка какая-то у нас неблагонадежная, а это еще будет больше всяких аварий, так что я против. Где лучше их располагать? Наверное, около торговых центров, где больше всего людей еще-таки. В самых проходных местах, где люди ходят, где можно без особых усилий добраться до самоката, больше идей не возникает. Я вообще не местный. Я был в больших городах, там в основном в таких парках, либо вот в Нижнем, например, на Покровке. В марте электросамокаты приравняли к средствам индивидуальной мобильности. Максимальная скорость движения на нем при весе до 35 килограммов составляет не более 25 километров в час. Кататься на электросамокатах теперь официально можно по тротуарам, пешеходным зонам и велодорожкам. Вопросом создания в городе комфортной и удобной велодорожной сети занялась Городская дума, помогая депутатам молодежная палата. Активисты уже встретились с представителями велодвижения в нашем городе и провели опрос среди населения. Больше всего замечание было по отсутствию плавных съездов, тротуаров и пересечениях с проезжей частью. Но на первом заседании по развитию велодвижения представитель ДГХ говорил о том, что они реагируют на подобные замечания и сглаживают съезды по просьбе горожан. Так что если у кого-то есть предложение, где бы можно было такой съезд переделать, то можно обратиться в ДГХ. Еще одна проблема, волнующая любителей средств индивидуальной мобильности – отсутствие парковок. Особенно остро это ощущается в летний период у площадок ядерного центра. Молодежная палата занялась этим вопросом. Нас заинтересовал момент в том, что не хватает парковок рядом с проходными площадки «Основная». И уже обратились к руководству ВНЕФ с просьбой увеличить их количество. Вот в данный момент этот вопрос мы прорабатываем. Я думаю, что к началу сезона мы сможем увеличить в два раза количество парковочных мест. Оставить свое мнение о том, где лучше разместить парковки, прокаты электросамокатов, можно в группе администрации ВКонтакте. Как заполнить грантовую заявку, чтобы выиграть конкурсы Росмолодежи и получить деньги на воплощение идеи? Какие слова подобрать, чтобы рассказать о важности своего начинания? Об этом на «Акселераторе социальных проектов» рассказала саровчанам Елена Севцова. Помощь пожилым и инвалидам, улучшение экологической обстановки и другие проблемы общества могут лечь в основу социального проекта. На конкурсы Росмолодежи подать заявку может любой желающий от 14 до 35 лет. Один из трендов – это геймификация. То есть все любые сложные процессы, неважно связанные они с игрой или нет, преобразовать именно в какую-то игровую форму. У нас же не только дети любят поиграть в различные игры, но и взрослые. И вот этот момент как раз-таки подачи сложной информации через игру очень важен. И, на мой взгляд, в нашем городе таких проектов нет. Как говорит Елена, эксперт, оценивающий проект сразу понимают – заставили автора его написать или это его инициатива. Пожалуй, горящие глаза и искреннее желание, чтобы проблема решилась и идея нашла воплощение – главный залог успеха и побед в грантовых конкурсах. Но тоже есть все равно хитрости и тонкости, которые необходимо, как-то сказать, соблюдать бюрократию и все-таки отписать его достойно, помимо горящих глаз, добавить его еще и достойной информации. Участники и руководитель клуба волонтеров «Инсайт» пришли на акселератор с идеей проекта. Они предлагают создать в нашем городе школу инклюзивного волонтерства «Тебе-мне». Цель проекта – как можно больше людей погрузить в эту сферу. Инклюзивное волонтерство – это совместная деятельность инвалида, либо человека с ограниченными возможностями здоровья и здорового человека. Планируется провести совместные концерты, во-первых, совместное обучение, потом совместные концерты, совместный мастер-класс, вообще проводить совместную деятельность. Команда «Сарфа-Тейни Яумифи» разработала информационно-медийный проект «Что вы делаете?». Его цель – познакомить горожан с представителями различных профессий с помощью интервью. И мы будем это освещать в каких-то пабликах, может быть, сообществах, для того, чтобы люди больше узнавали о том, какие, в принципе, профессии у нас существуют, для того, чтобы они узнавали о перспективах, о возможных интересных моментах и, в принципе, осознавали важность той или иной профессии. Свои проекты участники акселератора могут отправить на конкурсы «Росмолодежь-гранты». Заявки принимают до 20 апреля, а значит, еще есть время, используя полученные на акселераторе знания, довести проект до идеала и выиграть деньги на воплощение своей мечты. С точки зрения государства, самозанятость – это первая ступенька к предпринимательству. Человек, например, делает что-то своими руками и продает эти изделия. Оборот его выручки пока небольшой, наемные работники ему не требуются. Самозанятые платят пониженную налоговую ставку – 4% с доходов, полученных от физических лиц и 6% от ИП и юрлиц. Получить статус очень просто. Скачивается приложение на смартфон. При регистрации необходим паспорт, и паспорт нужен в наличии, и нужно знать свой ОНН. И, в принципе, больше знать ничего не нужно. Виды деятельности для самозанятых могут быть самые разные. С каждым годом число самозанятых растет. Кто-то решает расстаться со статусом ИП и стать самозанятым, а кто-то хочет легализовать свою деятельность и выйти из тени. Как отметили в ЦПП, государство заинтересовано в том, чтобы таких людей становилось как можно больше. Самозанятых поощряют и вводят льготы для них на различных уровнях. Есть возможность получить определенные выплаты разовые. Многие слышали про социальный контракт для предпринимателей. Это разовая выплата по аналогии с грантом, несмотря на то, что называется социальный контракт. Который можно направить, например, на приобретение оборудования, мебели, всего того, что нужно для начала ведения деятельности. В Сарове для самозанятых предусмотрена субсидия на компенсацию расходов 50% от понесенных затрат, но до 50 тысяч. Также для них в регионе реализуют несколько проектов. В первую очередь это «Займись делом», обучающий семинар и бизнес-игра. По итогам бизнес-игры они защищают свой проект. Они, во-первых, учатся упаковывать свой проект с привлечением коуча регионального уровня. Они их защищают. И получается у нас три победителя, которые могут получить не финансовую, но очень полезную именно для самозанятых поддержку. Регистрация на проект скоро начнется. Подробнее о мерах поддержки самозанятых смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров24. Взятки, откаты, превышение должностных полномочий, коррупция, растраты, налоговые преступления. Все эти дела находятся в ведении отдела экономической безопасности. Материалы попадают к сотрудникам разными способами. В первую очередь это, безусловно, заявления граждан, которые к нам попадают в рамках регистрации этих сообщений либо заявлений в книге учета сообщений о преступлениях и происшествиях. Но основной пласт деятельности, которым занимается служба экономической безопасности, она связана с оперативной работой. Безусловно, это работа с так называемым спецаппаратом, работа с агентурой, проведение инициативных мероприятий, которые связаны с выявлением хищений в той или иной сфере. За 2022 год отдел экономической безопасности выявил 19 преступлений в крупном и особо крупном размерах. В первую очередь они касались сферы обороны промышленного комплекса, финансово-кредитной системы и жилищно-коммунального хозяйства. За последние несколько лет, начиная с 2020 года, это преступления, которые связаны с хищением денежных средств, предназначенных для капитального ремонта, которые можно приравнять, на мой взгляд, к бюджетным денежным средствам, поскольку это деньги жителей, которые с большим трудом для многих достаются. Часть этих дел уже направили в суд. Уголовные дела в сфере ЖКХ еще раз следуются. В отделе экономической безопасности работают семь человек. Самый молодой сотрудник, Александр, присоединился к коллективу два месяца назад, пока он проходит стажировку. Сейчас все мои обязанности – это помощь с документами, получается, помощь в осуществлении ОРД. На своем выборе не пожалел. Коллектив прекрасный. Как я и планировал, загруженность есть, но умеренная. Как мне нравится вот эта вот экономическая вся сфера, то мне все интересно. Сотрудники ветераны органов внутренних дел России, те, кто по долгу службы ведут борьбу с экономической преступностью, в марте отмечают свой профессиональный праздник. В этом году исполнилось 86 лет со дня образования подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Имя Франсиса Вебера знакомо многим. Ни одно поколение жителей нашей страны выросло на его фильмах. Папаша «Невезучая игрушка» с успехом шли в советском прокате и до сих пор собирают зрителей перед экранами телевизоров. Пьесы Франсиса Вебера пользуются большой популярностью и у театралов, собирая полные залы. В нашем театре тоже решили отдать дань уважения творчеству французского сценариста, поставив спектакль «Ужин дураков» по его пьесе. Самая главная мысль, которая лежит в основе новой постановки, о том, как важно слушать и слышать друг друга. Хотя бы услышать. Слышать – это уже большая работа внутренняя. А хотя бы услышать о том, что говорит человек, который напротив тебя находится. Неважно ли там в семье, в друзьях, в прохожих. Просто услышать и эту точку зрения принять от другого человека. Сам Николай Корбов познакомился с творчеством Франсиса Вебера через его фильмы. В том числе смотрел «Ужин дураков», в котором французский сценарист выступил и в роли режиссера. Блестящая комедия увидела свет в 1998 году и завоевала несколько Сезаров – национальной кинопремии Франции. Но даже если вы видели фильм и знаете сюжет, спектакль в Саровском театре преподнесет несколько сюрпризов. Мы расставили чуть другие акценты, нежели в фильме. Мне кажется, более серьезные, более даже смешные. Все-таки фильм был снят очень давно, и тогда человечество думало по-другому, по-другому жило в других состояниях. Сейчас, конечно, все гораздо быстрее, и все быстрее все это происходит. В центре истории – противопоставление людей двух разных статусов, жизненных ценностей. Издатель Пьер Брашар, его в спектакле играет Руслан Шигуров, представитель богемы, интеллектуальной элиты. Он живет в роскошной квартире с красавицей-женой и не отказывает себе в удовольствии посмеяться над более низким сословием. Его очередной жертвой становится Франсуа Пиньон, над которым, кажется, жизнь и так посмеялась вдоволь. Одиночество, некоторая инфантильность поведения, рутинная работа и нелегкая жизнь вообще. Это очень хороший материал. Во-первых, это актерский материал. Я надеюсь, вы это увидите. Мне очень нравится всю историю и со зрителем разговаривать только через актера. Не через декорации музыки, а именно через тех персонажей, которые играют, актеров, играющих персонажей, эту историю, эти состояния. Премьера спектакля 25 марта. Увидеть новую постановку зрители смогут и в апреле. Для лиц старше 18 лет. В столовой Саровской дивизии Росгвардии витали многочисленные аппетитные запахи, а на столах у поваров разворачивалась настоящая кулинарная магия. Быстрые и точные взмахи столовыми приборами, профессиональные приемы и элементы. На втором этапе традиционного конкурса поварского мастерства на базе Саровской воинской части команды-участники готовили обед, состоящий из основных блюд – закуски первого и второго. Мы сегодня готовим борщ, пюре, печень запеченные в сливках, драники, сырники, также грибы, шампиньоны запеченные и компот. По меню у нас идет первое блюдо, у нас идет суп деликатесный, на второе у нас идет мясо в филе грудинки со сложным гарниром, на второе на холодной закуске у нас предоставляется салат греческий, десерт, бутерброды из печени курины и горячая закуска у нас жилье. Для специалистов продовольственной службы Росгвардии выдали одинаковые наборы продуктов. В процессе приготовления еды повара должны были соблюсти определенную громовку из расчета на 10 человек. Также участники соревновались в стрельбе, а капитаны команд показывали свою физическую подготовку и сдавали теорию. За эти испытания военные повара получали дополнительные баллы. В конкурсе поварского мастерства участвовали лучшие специалисты из подразделений Приволжского округа – Сарова, Казани, Ижевска, Воткинска, Перми и Кирова. Первый этап они проводили в своих воинских частях, выявляли самых лучших соответственно. И на данном этапе представлены самые лучшие специалисты продовольственной службы Приволжского федерального округа. На данном этапе представлены у нас три команды. В состав команды входит капитан команды – это начальник продовольственной службы воинской части, два повара и два пекаря. Для того, чтобы приготовить обед, кулинарам дали 4 часа. В это же время пекари в течение 6 часов выпекали хлеб и кровай. Второй этап соревнований рассчитан на несколько дней. За это время повара должны продемонстрировать свое умение, вкусно готовить и в полевых условиях. Здесь очень хорошая база Саровского соединения. Он ежегодный и каждый год проводят данные соревнования. Чтобы увеличить, соответственно, их заинтересовать наших поваров, у них появляется интерес, они набираются опыта. Тоже, соответственно, делясь между собой определенной информацией. Лучшие участники поварского состязания войдут в состав команды, которая представит Приволжский округ на всероссийском этапе на базе Пермского военного института. Образовательное событие в лицее номер 15 становится доброй традицией. В нем задействованы все ученики лицея. Кто-то выступает в роли докладчиков или готовит проекты. Кто-то помогает в проведении мастер-классов, а кто-то пробует себя в новых направлениях. Цель вообще образовательного события – показать красоту разных наук, проявить творчество. И поэтому у нас, конечно, не только физика, и не только математика, и информатика, хотя, конечно, им уделяется много внимания, у нас все-таки физмат лицей. Но здесь были работы и по биологии, и по химии, были работы, связанные с географией, с историей, если мы говорим о секциях. В секции стендовых докладов выступали в основном старшеклассники. Доклад Марии Ермаковой был посвящен системе распознавания эмоций человека. Девушка разработала программу, которая позволяет получать данные с помощью веб-камеры ноутбука. Компьютер, обрабатывая эту картинку, выдает, какую эмоцию покаживает человек. Он выдает доминирующую эмоцию и выдает в процентах, какие еще эмоции присутствуют на фотографии. Значимость и приглотная ценность моей программы заключается в том, что предприятия и фирмы заинтересованы, как можно быстрее понять уровень заинтересованности покупателей. В рамках образовательного события прошел хакатон, где ребята переводили ролики с английского языка на русский и обратно, и должны были их озвучить. Кроме того, ребята смотрели видеоклипы, созданные другими лицеистами, создавали инсталляции, проявляя инженерную смекалку. Вместе с детьми по станциям ходили и родители. Внезапно попали мы сегодня на это мероприятие и буквально на первом этаже мы поняли, что окунулись в мир интересных, знаний. Очень много ребят присутствует здесь. Я смотрю, здесь и младшие с пятого класса, и одиннадцатиклассники, уже такие более матерые, так сказать. Для меня лично интересна была биология. Сначала посетили островок биологии, послушала несколько докладов, проектов. Ну, скажем так, даже для меня, для взрослого человека, было много чего нового и интересного. В столярной мастерской тоже не сидели без дела. Лицеисты под руководством педагогов и старшеклассников строили машину Голдберга. Пользуясь знаниями, полученными на уроке физики, ребята создавали мини-проект и пытались зажечь лампочку на своем объекте. И на уроках всегда после теории идет практика, и на химии, и на физике. Ну и такие мероприятия позволяют больше практиковаться и осознавать, что ты изучаешь. На секции изучения программирования на базе Ардуино старшеклассники и выпускники лицея обучали ребят помладше работать с плашками и микроконтроллерами. Сегодня эти знания очень актуальны, поскольку Ардуино – одна из самых распространенных платформ для обучения программированию и создания прототипов электронных устройств. С помощью этих знаний мы в будущем сможем создавать те же самые компьютеры, поскольку все компьютеры используют те же самые микроконтроллеры. И мы сейчас изучаем их действия, принцип действия. Объясняем молодому поколению, как работает принцип алгоритмизации на простой макетке. Мы собираем из блока схем, скажем так, составляющие алгоритм, который на заднем плане программа переписывает в код. И, соответственно, он ее воспроизводит на соответствующем макете. Это мероприятие – своеобразный итог того, чем дети занимались в течение года. Кроме того, на образовательном событии ребята помладше могут поучиться у старших и выбрать для себя интересное занятие. Сейчас 15-й лицей готовится к чемпионату по скоростной сборке карт, который пройдет в апреле. 30 городов-участников из разных уголков страны, 50 медиастудий приняли участие в открытом городском фестивале медиатворчества «Свободный стиль». С каждым годом география проекта детской школы искусств номер 2 растет. На церемонию подведения итогов в наш город приехали учащиеся из Нижнего Новгорода и Бора. Закрытый атомный город многих впечатлил. Открытия начались прямо с самого приезда КПП. Как будто приезжаешь в какую-то свою страну, вообще в другое место, с своими правилами, с своими традициями и своей историей. Нам рассказали про то, как сам город образовался, благодаря чему, как он переименовывался. Нас окунули в эту историю, в эти традиции, посетили храм. Очень классный город, богатый историей и людьми. Люди тут очень хорошие и добрые. Подготовили для гостей города не только культурную, но и образовательную программу. У участников фестиваля была возможность познакомиться, обменяться опытом и узнать что-то новое. Каждая медиастудия обладает своим неповторимым стилем, который прививает воспитанника. Мы представляем направление музыкальной журналистики. И главной фишкой является то, что главным героем в наших программах является музыка. У нас есть несколько программ «Музыкант», в которых есть несколько рубрик. Мы рассказываем о музыке, о известных композиторах. Мы рассказываем о интересных инструментах. Тема фестиваля в этом году – «Наследники традиций». Работы присылали в пяти номинациях в разных возрастных группах. Видео, фото, компьютерная графика, анимация, презентация. И впервые с этого года фестиваль открыл прием эссе. Награждали призеров и победителей члены жюри. Для гостей праздника подготовили яркую концертную программу с музыкальными народными композициями. Со сцены в адрес участников звучали слова поддержки и благодарности. Особые слова благодарности мне хочется сказать нашим участникам, замечательным юным школьникам, тем ребятам, мальчикам и девочкам, которые представили на наш фестиваль свои работы, которые трудились, которые вкладывали свои силы, энергию, творческие вдохновения для того, чтобы все мы увидели эти замечательные результаты. Ребята, вы большие, молодцы. Спасибо вам огромное. В конце церемонии участники сделали фотографии на память о фестивале. Живопись, компьютерная графика, аппликация, плакаты, скульптура. Более 300 работ представлены на новой выставке детской художественной школы в рамках городского фестиваля «Я и Саров. Мечты о будущем». Своё творчество продемонстрировали ребята из общеобразовательных школ, студий кружков, учащиеся школы искусств и художественной школы. Дети от 7 до 17 лет поразмышляли и пофантазировали на тему будущего родного города. Юным художникам-организаторы предложили несколько тем. «Город моей мечты» – через тысячелетие творцы будущего. Бутуризм – это в переводе с латыни – это будущее. То есть это как раз дети помечтали о будущем. Кто-то придумал ботанический сад в Сарове, кто-то вертолётную площадку посадочную, кто-то ананасовую аллею. Роботы, летающие машины, воздушная транспортная развязка, фантастические небоскрёбы, технические инновации – работы получились яркими, оригинальными, захватывающими воображение. На многих из них можно узнать родные улицы Сарова, старые и новые районы, ключевые места и достопримечательности города. Воспитанники детской школы искусств представили на фестивале объёмные макеты мостов через реку Сатис в разных архитектурных стилях. И хай-тек, и биотек, и биоархитектура, и конструктивизм, и деконструктивизм. В общем, очень серьёзный подход. То есть все работы, представленные на выставке, они связаны с нашим городом. И это фантазии детей, в каком городе они хотели бы жить. Преподаватель детской художественной школы Резидайс-Могилова советует посетителям выставки не лениться читать название работ, потому что тогда с другого ракурса раскрывается смысл рисунка. Теперь творческой комиссии предстоит отобрать 200 лучших работ. Их разместят на официальном сайте детской художественной школы и на баннерах Парка Зернова. Все участники фестиваля «Я и Саров, мечтая о будущем» получат дипломы, а преподаватели – благодарственные письма. Выставка в зале художественной школы продлится до 1 июля, без возрастных ограничений. Во всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующая страна» коллектив «Контемп» детской школы искусств принимал участие первый раз. Юные танцоры и их преподаватели каждый раз становятся выбирать разные площадки для выступлений. Каждый конкурс для них – это возможность продемонстрировать свои навыки хореографам со всей страны и пообщаться с участниками из других городов. В этот раз саровчане танцевали на одной сцене с коллективами из Перми, Тольятти и Иванова. Жюри по достоинству оценило выступление «Контемпа». Конечно, они растут на глазах, очень радостно, потому что каждое выступление их закаляет, и они просто на самом деле виден их прогресс. Конкурс «Танцующая страна» стал для «Контемпа» первым выездным конкурсом этого года. На творческое состязание саровчанки привезли три дебютных номера. Каждый из них стал дипломантом первой степени. Также девочки получили именные дипломы. Мы ездили на конкурсы, танцевали танец в современном направлении, называется «На крыльях ветра». Мы долго над ним работали, с начала этого учебного года, с нашим педагогом Татьяной Ивановной. И мы получили из этой поездки бесценный опыт, и у нас были очень красивые костюмы, и мне понравилось. Я участвовала в двух танцах, народных и современных номинациях. Все они очень интересные, красивые, красочные. Костюмы у них тоже были очень красивые. Мне очень понравилась эта поездка, и я довольна этим результатом, так как она была моей первой поездкой. Там было очень хорошее, строгое жюри, которое достаточно хорошо оценивали. Также, чем лично мне понравился конкурс, тем, что там был для нас проведен мастер-класс по хореографическому танцу. Я узнала новые движения и выделила для себя то, что я знала, но как это правильно делается. В мае «Контемп» примет участие в отчетном концерте хореографических коллективов Детской школы искусств. Они спасают наших питомцев, лечат их, учат правильно за ними ухаживать. Ветеринарный врач – непростая и одновременно очень интересная профессия. Очередными гостями классной встречи РДШ стали ветеринар Константин Синичкин и фельдшер Арина Авдеева. Константин вспомнил, каких необычных питомцев приносили ему на прием. Среди самых запоминающихся был орел и ежик. Ко мне приносили ежа. Домашнего, что ли? Но были такие случаи, когда они нашли его на дороге, то есть он вышел на дорогу, и его переехали. Но его заметили заранее и забрали домой. Беседа со школьниками прошла в формате «вопрос-ответ». Разные вопросы сыпались один за другим. Как подружить собаку и котенка? Почему кот толстеет? Можно ли вытащить клеща дома? Почему пёс стал вялым и не хочет играть? Спикеры отвечали подробно и обстоятельно, опираясь на личный опыт и клиническую практику. Кроме того, они затронули тему кошачьего приюта Мурдом, развеяв несколько мифов и рассказав о том, как найдёныши и подкидыши обследуют, лечат, ухаживают за ними и ищут новых хозяев. У нас нет то собак, только кошки. Но к нам могут принести больного старого кота, который будет доживать свой век у нас в тепле, накормленный, более-менее обласканный, потому что у нас почти 130 кошек, у нас просто не хватает на всех. Поэтому выбрать, так же можно себе любимца, к нам прийти, наши бересты открыты, вы можете к нам приходить чуть ли не каждый день. Следующая классная встреча в Сарове состоится 19 апреля и будет посвящена теме «Профсоюзная жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова